Завершая Пятое Всебелорусское Собрание, президент резюмировал «Все системные решения приняты, впереди напряженная работа». То есть нужно понимать, что успех в итоге будет зависеть от того, как эти решения будут исполняться, насколько ответственной и качественной будет работа всех звеньев системы, от рабочего до министра. За этим в течение года внимательно следил мой коллега Анатолий Занкович. Анатолий, добрый вечер. — Скажите, на ваш взгляд, что определяло состояние белорусской экономики в 2016 году? — Ну, это логичное продолжение 2014-2015 года, когда у нас наши основные экспортные рынки, а наша экономика экспортоориентирована, они сжимаются. К сожалению, для нас сжимаются и пока не восстанавливаются. Мы пытаемся работать в этом направлении, но худо-бедно. — Говоря об основных экспортных рынках, вы имеете в виду, прежде всего, Российскую Федерацию? — Да, Российскую Федерацию, наш восточный сосед, мы оттуда забираем большую часть всей стоимости белорусского экспорта. И, к сожалению, вот в лучшие годы, в 2012 году, мы торговали на волшебное 43 миллиарда долларов, а последняя цифра у меня есть за 10 месяцев этого года. Только 21 миллиард. Ну, в ноябре-декабре мы доберем еще что-то, но... — Снижение в процентах, чтобы нам было понятно. — Ну, вот снижение по сравнению с прошлым годом — это 7%. — А сравнение с 2012 — это почти в 2 раза. — Еще больше, да. Ну, да, да. И на те же 7% просело и экспорт услуг просело. Тоже сросло. — Нельзя все сваливать на неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках. На 5-м Всебелорусском собрании президент сказал о том, что внешние обстоятельства только обострили внутренние проблемы. С вашей точки зрения, какие внутренние проблемы нам предстоит решать? — Это целый, наверное, комплекс проблем, потому что мы столкнулись не только с тем, что у нас не берут товары либо услуги на внешних рынках. Мы столкнулись и с качеством работ, мы столкнулись и с производительностью, и с дисциплиной труда. Это большой-большой комплекс... — С себестоимостью товара. — Тоже. Мы заплатили, если так образно выражаться, приличную цену за этот курс обучения вот этим вот новым условиям новой экономической политики, если так можно выразиться. Вот. А это обошлось нам достаточно дорого. Ну, можно надеяться, что мы прошли этот курс, и теперь будем работать в новых условиях гораздо лучше. — Ну, а пока обзор моего коллеги Анатолия Занковича, посвященный экономическим событиям, уходящего от нас с 2016 года. Самой горячей темой января стала индивидуально-предпринимательская. Позиция государства — торгуйте импортом только с документами. Позиция малого бизнеса — это невыгодно, да и документов у оптовиков зачастую просто нет. Многие предприниматели взяли паузу и надеялись, что сроки продажи товара без документов вновь перенесут. Но позиция власти в этот раз оказалась жесткой. Страсти улеглись к весне. К тому времени в Минэкономике прошло 10 совместных заседаний, и сегодня 237 тысяч ИП именно столько зарегистрировано в стране, озабочены другим снижением покупательского спроса населения. Надежда на предновогодний шоппинг. А вот как будет уже в январе и в последующие месяцы — пока вопрос. Но не было бы счастья, уровень зарплат в 2016 году прямо или косвенно влиял на другую стоимость, например, квадратного метра. В начале года средняя цена по Минску — 1300 долларов. Сегодня она держится в пределах тысячи, а если хорошо поискать, то можно найти и вовсе за 700. Что касается программ социального строительства, то их пытались поддержать на запланированном уровне. Непростой был уходящий год. Мы выполняем все социальные программы, которые были запланированы. Это возведение жилых домов для детей-сирот, это ввод детских садиков, школ. Поэтому даже в сложных условиях мы продолжаем выполнять все обязательства правительства по социальной поддержке. Новогодним подарком для автомобилистов стала новая 160 километров трасса 2-й Минской-Кольцевой. Ее строили 6 лет в два этапа, и вот в четверг открылось движение. Дальше дело за районными дорогами доложил президенту министр транспорта. Уходящий год ознаменовался и снижением процентов. Вслед за ставкой рефинансирования, а Национальный банк снизил ее с 25 до 18 пунктов, уменьшались и процентные ставки по кредитам. Они стали более доступными, правда, назвать их подъемными пока все равно рано. Зато обнадежило замедление инфляции. Есть все возможности выйти на самый низкий уровень за последние 5 лет. Очевидно, что по итогам текущего года индекс потребительских цен сложится, это 12%, как определено основными программными документами, но будет даже ниже этого уровня. Достаточно стабильные ситуации на валютном, депозитном рынке. Роста постепенного доверия к нашей политике, что, в свою очередь, связано, например, с таким достаточно масштабным событием, успешно нами проведенным, как деноминация. День Д без четырех нулей и с монетами действительно прошел без потрясений. К монетам пришлось привыкать, но все меньше мы употребляем слово «миллионы». Кстати, старые купюры будут принимать в магазинах еще шесть дней. Потом обменять их можно будет только в банках. Так что удобный случай проверить заначку. Самая большая в стране у национального. Золотовалютные резервы выросли за год на 700 миллионов долларов. Не слишком много. Но, как говорят банкиры, тренд позитивный. Такой же оптимизм можно проследить и в рейтинге Всемирного банка. Белорусский уровень, 37-е место и одна из самых сильных позиций среди стран СНГ. Это индикатор для инвесторов. Кстати, 2016-й можно считать рекордным годом по количеству проведенных бизнес-форумов. Австрия, Пакистан, Грузия, Турция – везде иностранному капиталу детально объясняли, почему вкладывать в Беларусь выгодно. Экономика, как мы знаем, находится впереди политики. Экономика формирует запрос, формирует интерес. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы расширять экономическое сотрудничество с бизнесом, представляющим различные регионы мира. Там, где есть наши интересы, там, где есть интересы беларуси, мы должны присутствовать. Диверсификация рынков сбыта беларусских товаров и услуг. С одной стороны, мера вынужденная. Российские просторы в 2016 году оказались для наших экспортеров слишком непредсказуемыми, и больше других спад ощутили промышленники. С другой – мера современная. Сама жизнь заставляет стучаться в другие двери. Свет в конце тоннеля есть. В 2016-й год отрасль машиностроения закрывается с небольшим приростом в 3%. Но поскольку в прошлые годы падение было ощутимым, и восстанавливать уровень продаж техники придется еще долго. Неоднозначным выдался год и для Агропрома. Производим много, и по поводу качества беларусских продуктов нет сомнений ни у кого, кроме руководства Россельхознадзора. Это временно или надолго. Как бы то ни было, задачи 2016 сохраняются и на будущий год. Во-первых, пробиваться со своей продукции на другие рынки. Во-вторых, принципиально защищать репутацию наших брендов. В уходящем году досталось всей мировой экономике. Брексит, европейский банковский кризис, ажиотаж среди стран экспортеров нефти и рост внешних долгов практически у всех государств на этой планете. Все это эксперты назвали проверкой на прочность. Беларусь не исключение. 2016-й для нашей экономики стал годом испытаний. Но каждый испытательный срок когда-то заканчивается. В обойме останется тот, кто сможет работать. Скептики говорят, что именно в 2016 году белорусская экономика нащупала дно. Оптимисты отвечают, это та самая точка, с которой начинается движение вверх.